Продолжаем обозревать советский сетап 4.3 и дополняем мы его такой самоходочкой как Су-85. Если вы бывали на моих стримах, то вы прекрасно знаете, что я не люблю самоходки. В рамках тундры они мне не заходят вообще и геймплей им усмотрен разработчиками как кемперские машины. Не зря же добавляют все эти кемперские позиции и перестрелы с респа на рис. Но вот Су-85 на 4.3 может играть как дополнение сетапа к КВ-1, если вдруг КВ-шку нагнули или вы попали вниз списка. Вполне быстрая самоходка, ведь база от Т-34 и знакомое всем 85-мм орудие. Брони нет, пробивает абсолютное большинство противников, но взамен вы получаете ровно то, что и ждете от самоходок. В топе вы пробиваете абсолютное большинство противников, а внизу списка, хотя бы по дефолту пробиваете тех же Тегоров и Пантер. Вообще, я беру Су-85 в тех ситуациях, когда нужно уничтожать немецкие самоходки 4.3. Или подобные им машины, где КВ-шки в лоб справляться относительно трудно, а закиберкустить не представляется возможным. Но можно играть и первым респом, если вы уверены в своих силах или знаете карты. Машина не простая, нужно приловчиться играть без башни и знать, что ошибки машина не особо-то и прощает. Ромбование на этой машине бессмысленно, даже в топе, ведь зачем стрелять тебе в корпус, если торчит огромная маска. И именно поэтому сильная Су-85 идет в наш сильный сетап 4.3. Ставь лайк, пиши комментарий больше пяти слов и усилий свой сетап для полноценного нагиба по сетапному обзору.